Элмо Кеннеди О'Коннор Элмо Кеннеди О'Коннор был веб-дизайнером, а мама была швеей. Дедушка Элмо озвучил Волоса Брина, персонажа серии игры Half-Life и человеком, который снимался в большом кино. К слову, родители Элмо были интеллигентными и имели высокий доход, что позволяло им поддерживать идеи своих детей. Американская публика же заявляла себе еще ноунеймом The Kid, выкладывая микстейпы на YouTube. Пытался читать рэп своим детским голосом и корчить из себя Рил Нигу, снимая видео на аналоговую камеру формата Hi8, которой у него 7 лет. В школе баловался марихуаной, не любил посещать занятия. Элмо хочет заниматься тем, что он задумал с самого детства. Маленький О'Коннор твердо решил заниматься рэпом, который кардинально будет отличаться от всех остальных. Экспериментальный хип-хоп, психодемическая музыка, нью-эдж. Если все это обобщить, то направление называется клауд-рэп, что означает облако рэп. Также известна как вибрирующая или неспокойная волна. Само направление, чьи отличительные особенности, включают эфирными, сказочные ритмы, которые часто используют бессловесные вокальные образцы, в которых певцы гармонизируют или держат длинные ноты, чтобы достичь величественного эффекта и абстрагируя иногда абсурдным текстом песни. И в 16 лет по разным источникам говорится, что Бонс, не закончив школу, уехал в Лос-Анджелес к своему брату Эллиот О'Коннор. Создает свой лейбл Team Surge, что слово Surge имело тайное значение на сленге наркоманов, обдолбаться, накуриться, дунуть. Через некоторое время знакомится с ребятами из Raider Clan, а это лейбл, ставший высшей мерой крутизны для всех жалаших добиться славы. Элму не хочет подписывать контракты со звукозаписанными компаниями и отказывается от контракта лейбла Raider Clan, но совместно сотрудничает с человеком под псевдонимом Purple Haze, записывает микстейпы, треки, клипы. Хейз помогает Элму стать звездой хип-хопа, что это и происходит. Субтитры делал DimaTorzok Продолжая выкладывать свои микстейпы, скрип, сатурн, скамбэк, которые становятся особо популярными. В 2014 году Bones представляет 5 микстейпов Team Surge, 60 клипов на ютубе и более 17 альбомов. В том числе такой микстейп Gabbage, в который попадают в известные музыкальные журналы, где его воспринимают тепло и холодно. Но уже на следующий год, в 2015, песня Dirt была показана совместно со Subrock, еще один мега популярный лейбл в США. Элму возглавляет аншлаг-шоу в музыкальном доме первого места House of Blues. Там толпа кипит от река HDMI. Концерт был произведенной организацией Life National Entertainment, государственная компания, занимающаяся промышленностью развлекательных программ на мировой территории. И, конечно же, зал был битком забит, билеты разошлись мгновенно. Субтитры делал DimaTorzok Элму, а уже Бонус, говорит в своих треках о наркотиках, темных делишках, крутости своего образа жизни и своей тусовке. Бонус редко дает интервью, а если же это и происходит, то по рассказам журналистов, при нем не менее трех-двух корсиков, напиток Фиджи и Косяка. По словам Элму, более тяжелые наркотики он попробовал, когда начал дружить с коллективом Райдер Клан. Но, как он сам признает, у него нет никакой зависимости или в их потребности. Просто это входит в его образ жизни, и покурить марихуану для него – это приемлемо. Элму не пишет музыку сам. В своих работах он использует материалы, присылаемые независимыми битмейкерами, или находит интересные треки на сервисах типа Саундклауда. Хоть и музыка написана разными людьми, она все же звучит гармонично и сбалансировано. Конечно же, при желании многих элементов его эстетики можно обнаружить в представителях других групп – Салем, Вич Хаус, ныне здравствующих Райдер Клан. Еще, как отмечают некоторые люди, бонус схож с одной компанией под названием 3-6 Mafia, которая в свое время делала что-то похожее. Элма не придумал ничего нового, он просто собрал все в един образ, и сделает его нетипичным для своей расы и возраста вещи. Тем самым культивирует возле себя все больше и больше молодых людей, а кортики, поливающиеся водой Фиджи, оставляют неизгладимое впечатление. Бонус. Бонус входит в мир хип-хопа молодым исполнителям. Начинают появляться новые медийные лица, зарождаются подобные движения. Люди, окружающие его, так и задают вопрос, как в таком возрасте он понял, что копировать нужно именно эти элементы. В этом и есть его гениальность. Можно добавить еще множество молодых ребят, например, как Дам Фон Диз, Кит Ап, Йон Клин, которые начали сравниваться или быть похожими на Бонус на Эл Молконнера. И даже в России имеется подобный исполнитель такого направления, если вы, конечно, слышали трек «Фараон Скорб». «Фараон Скорб». «Фараон Скорб». Моя информация у Elma завершается. Если вам было интересно, то добавляйте этот ролик себе. И спасибо за просмотр.